Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. Студия Сергей Медведев. Война в Украине разворачивает Россию на восток. Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российских энергоресурсов. Россия собирается закупать у Ирана вооружение. Что принесет Кремлю восточный поворот? Станет ли Россия сателлитом Пекина? И превратится ли Россия в новый гигантский Иран? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко. Несмотря на беспрецедентные санкции, Россия продолжает продавать нефть и газ в азиатские страны. Рост импорта российской нефти в этот регион вырос втрое по сравнению с предыдущим годом. Несколько индийских НПЗ уже проводят некоторые платежи в Дирхамах. Россия возлагает большие надежды и на Китай. На фоне западных санкций Пекин закупает у России нефть со скидками до 30%. Однако крупнейшие банки, корпорации и госкомпании Китая не спешат нарушать санкции. Сокращаются поставки не только промышленного оборудования, но и бытовой электроники Huawei и Xiaomi. Возможно, ситуация изменится после недавнего визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. За ее самолетом, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Однако Пекин пока ответил лишь угрозами и учениями в зоне ПВО Тайваня. Для укрепления Ирана-Российского альянса Путин посетил Тегеран, где встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и руководителем Исламской республики Али Хамени. По данным некоторых источников, речь шла в том числе и о закупке России беспилотников. На пресс-конференции по итогам саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране Путин заявил, что скоро цены на нефть взлетят до небес. Завирали идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием. Результат будет тот же самый. Подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес. Россия поворачивает на восток. Санкции против Северной Кореи, Ирана и Кубы лишь сплотили и законсервировали авторитарные режимы в этих странах. Что ждет Россию? Будет ли создан новый Восточный Альянс и возможен ли в России иранский сценарий? Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем Александр Габуев, старший исследователь фонда Карнеги за международный мир, автор телеграм-канала. Саша, добрый день. Добрый день, Сергей. Ну вот вопрос, который такой частный, который меня волнует с самого начала этой войны, с самого начала спецоперации. Она откладывалась, чтобы дать закончить Олимпиаду в Пекине? Я думаю, что нет. Я думаю, что мы, надо надеяться, узнаем, когда откроют архивы про тайминг. Но были моменты, связанные с военными приготовлениями. Была история с неким дипломатическим прикрытием, после того, как американцы начали рассказывать всему миру, что знает их разведка. Нужно было более тщательно обосновать всю легенду. И вот начались эти требования по евробезопасности. И, возможно, действительно, желание не портить Олимпиаду и не ссориться с крупнейшим российским партнером за пределами Западного альянса тоже как-то повлияло на тайминг. Но можно догадываться, потому что 14 лет назад как-то Кремль умудрился испортить другое, закрытие другой Олимпиады в Пекине. В предыдущей как раз сейчас годовщина российского вторжения в Грузию 08-08-08. И вот как раз оно пришлось на дни Пекинской Олимпиады. И я думаю, что Путин решил не делать второй раз такую свинью, свинью не подкладывать. Я бы не избавлял Михаила Николаевича Сакашевили от ответственности за открытие огня и так далее. Там было много участников. Но в целом, говоря о российско-китайских отношениях, которые все чаще представляются в виде зависимости России от Китая, Москва ориентируется на Пекин в своих главных стратегических решениях. Или даже, может быть, еще больше заострю этот вопрос. Китай теоретически был бы в силах остановить эту войну? Китай не в силах остановить эту войну, потому что у Китая нет опыта и инструментария влияния на конфликты даже непосредственно на своей периферии, где у него вроде бы огромный переговорный рычаг. Мьянма, Северная Корея и так далее. У нас пока что нет примеров, где Китай сыграл бы подобную конструктивную роль. Для Китая, Украина, периферийный кризис. Да, это событие похоже на 11 сентября, что одна костяшка домино падает и дальше валится. Очень много всего сразу и даже непонятно, что именно где упадет в результате этого события. Но китайцы считают, что они предотвратить его не могли, если для Путина на Украине сошелся клином белый свет и его не смог отговорить ни Джо Байден, ни западные лидеры, которые и угрожали санкциями, и предлагали дипломатический путь решения, и грозили серьезными военными последствиями за счет вооружения Украины. Если это его не смогло остановить, что бы такого мог сказать Китай, чтобы Путин передумал? Поэтому это некий ураган, которому надо адаптироваться, но влиять на который Китай не имеет возможности. Но в целом Москва ориентируется на реакцию или, скажем, проводит какие-то консультации с Пекином по поводу ключевых стратегических решений? Или это именно на уровне, так сказать, предугадать желания партнера? Я думаю, что Москва пытается учитывать какие-то китайские реакции, но, безусловно, не является для нее главным ориентиром. У Владимира Владимировича есть свои представления о прекрасном, нужном, что является жизненно важными интересами для страны, и он берет и делает. Я думаю, что у Китая будет более серьезная возможность влиять на российскую внешнюю политику не сейчас, а примерно через 5-10 лет, потому что тренд, который был и до начала войны, заключался в том, что российско-китайские отношения асимметричные. Китаю Россия нужна меньше, чем России нужен Китай. И переговорная сила Китая все время увеличивается, потому что это растущая экономика, более технологически сложная, один из глобальных лидеров, в то время как Россия, условно говоря, топчется на месте. После 24 февраля количество опций, которые есть у России, резко сокращаются, влияют санкции, влияет западная нефтяная эмбарго, которая начнет действовать в следующем году. У Китая этих опций по-прежнему достаточно много, поэтому переговорная сила будет все больше смещаться в сторону Китая, и там у Китая появится некий рычаг для того, чтобы на российскую внешнюю политику влиять. Но опять-таки, мне кажется, что Китай будет это делать только по тем вопросам, которые касаются непосредственно его и которые нужны Пекину. Влезать во внутреннюю российскую политику, мне кажется, китайцы не будут. В какой степени Китай зависит от российских энергоресурсов? Ведь сейчас, насколько я понимаю, до введения нефтяного эмбарго, Китай просто очень большим бенефициаром всей этой ситуации является. Китай и Индия, вот как мы говорили в нашем стартовом сюжете, они превратились в главных покупателей российской нефти, и Китай с огромным дисконтом покупают. Но насколько Китай зависим? Китай не очень сильно зависим от российской нефти. Да, Россия является крупнейшим поставщиком на протяжении последних двух месяцев. Обычно Россия соревнуется с Саудовской Аравией, и Саудовская Аравия чаще всего по итогам года Россию опережает. Китай, мне кажется, что это где-то 12%, до 15% зависимости по нефти. Зависимость по газу сильно меньше, потому что у нас есть пока что одна труба силы Сибири, которая только выходит на плановую мощность и выйдет до конца 2024 года. Китай диверсифицирован, в то время как Россия после того, как заработает западная эмбарго, если закончится торговля газом с Европой, будет гораздо более сильно привязана к крупным покупателям. Самым крупным покупателем является Китай, на втором месте Индия, но с Индией связи менее прочные, потому что нет трубопроводов, и Индия в целом дрейфует больше в сторону США и западного лагеря, потому что ее главный противник Китая. А технический российский нефтегаз без проблем перебрасывается? Ну, нефть, я понимаю, там повезут вагонами, а газ перебрасывается. Есть технические возможности переброски российских объемов газа? Если сейчас, скажем, будет холодная зима, фигурально выражаясь, между Россией и Европой, и останется, Европа будет отказываться от российского газа, этот газ каким-то образом перекидывается в Китай? Ну, скорее, не Европа отказывается от российского газа, а Россия постепенно отключается. Здесь двусторонняя, да. В моменте это сделать нельзя. Россия и Китай довольно давно обсуждают газопровод «Сила Сибири-2», который будет идти из Западной Сибири, к нему можно подключить ямальские месторождения «Газпрома», ту самую ресурсную базу для газопроводов в Евросоюз, и протянуть трубу в Китай через Монголию. Планируемый объем – это 50 миллиардов кубометров в год. Это примерно треть того, что «Газпром» в золотые годы продавал в Европу, и, тем не менее, достаточно много. Сделать это можно за примерно 3-4 года построить эту трубу, то есть это нельзя сделать в моменте, но, тем не менее, переговоры находятся в довольно продвинутой стадии, «Газпром» эту трубу проектирует, поэтому, как только контракт будет подписан, ее можно будет начать строить, и поскольку она частично идет в стык с существующей нефтяной трубой в СТО, и это уже обустроенные работающие месторождения, я думаю, что поручить это за 3-4 года, в общем, можно. В целом, Китай можно рассматривать как бенефициара нынешней ситуации, не войны как таковой, но вообще всего вот этого нового расклада между Россией и Западом. Я думаю, что Китай в данном случае действительно является бенефициаром. Он, конечно же, в идеальном мире хотел бы жить, чтобы все было, как раньше, до Трампа, Китаю бы давали покупать высокотехнологичные компании на Западе, он мог бы покупать нефть и газ, где хочет, диверсифицироваться и постепенно накапливать мощь. Но поскольку глобальная ситуация меняется, в том числе меняются американо-китайские отношения, то Китай вынужден укрепляться за счет партнерства с странами антизападной ориентации. И здесь, конечно, Россия просто падает ему в руки, потому что ее пространство для маневра ограничивается. Главной альтернативой связям Запада становятся связи с Китаем. И опять-таки здесь у Китая по-прежнему много карт в рукаве, а у России их гораздо меньше теперь. Поэтому, да, Китай получает и возможность покупать российские сырьевые ресурсы с существенным дисконтом, а после того, как опять-таки заработает западная эмбарго, альтернатив крупных китайскому рынку не будет. И в дальнейшем, когда Россия станет гораздо более зависима от экспорта в Китай и более зависима от китайского импорта, этот экономический переговорный рычаг можно будет конвертировать в переговорный рычаг по другим чувствительным темам, например, доступа к самым современным системам вооружения. Вот Россия не продавала Китаю С-500, а Китай скажет, давайте, продавайте-ка нам, братцы, С-500 и чертежи заодно, а иначе будем покупать меньше вашего газа, больше газа в Катаре. Или давайте-ка, братцы, вы нас пустите в какие-нибудь лаборатории в Новосибирске, Томске и так далее, потому что нас интересуют такие-то ученые. Отказываться от этого будет все сложнее, опять-таки, потому что у Китая более сильные карты на руках. То есть долгосрочная стратегия, можно сказать, как постепенная привязка экономическая по экспорту и по импорту, по мере того, как китайский импорт из России будет замещать все больше западные технологические решения, запчасти и так далее. И затем конвертация этого уже в такие, так сказать, чувствительные области технологического суверенитета и политики, возможно. Политики вряд ли. Я думаю, что кроме как выращивания такого прокитайского лобби, которым Китай активно занимается, это вряд ли будет как-то серьезное вмешательство в внутренние именно дела. Как Владимир Путин хочет править, так и есть, потому что, конечно же, путинский режим для Китая подарок. Мы видим, что Китай очень мало влезает в внутренние дела своих партнеров в Африке, на Ближнем Востоке или где-то еще. Плюс все-таки Россия крупная страна, и возможность отстаивать свой суверенитет даже в партнерстве с Китаем у нее есть. Посмотрите на КНДР. Страна полностью от Китая зависимая, тем не менее проводящая довольно независимую внешнюю политику периодически старших товарищей в Пекине серьезно раздражающая. Но, опять-таки, какие-то вещи, которые казались невозможными и нежелательными для России 5-10 лет назад в отношении Китая, будут теперь возможны, у Китая появятся инструменты этих целей добиваться. А какой вообще тон китайской дискуссии относительно России, ее успехов, неуспехов в Украине, самого проведения, хода этой войны, долгосрочных перспектив? Я здесь говорю не о политических заявлениях, а, скажем, китайском академическом сообществе, о том, какие статьи в газетах по этому поводу появляются. В газетах и официальная позиция в СМИ подвержена цензуре. И здесь война скорее освещается спор российской позиции, но это не столько симпатия России, сколько антипатия к Америке. Для Китая это прокси-война между страной, которая бросает вызов американо-центричному миропорядку, и американским сателлитам Украины, плюс партнерами США по НАТО. И здесь, конечно же, симпатии больше на российской стороне, всякие гуманитарные измерения и так далее. Китайцы не очень его рассматривают, потому что, ну, война и война. Вот американцы сколько войн начали, объемене, что творит Саудовская Аравия. Поэтому страдания мирных жителей рассматриваются как необходимое зло войны. А геополитические симпатии скорее на стороне России, но опять-таки не из-за российско-китайской дружбы, а из-за антипатии Америки. Что касается внутренней дискуссии, то она скрыта от посторонних глаз. Мы не знаем, как это на самом деле обсуждается в Джунаньхайе. Можно сказать, что китайцы, судя по действиям, видят в этой войне выгоду. Они прекрасно понимают американские красные линии и не намерены их пересекать. Они не будут нарушать первичные санкции, они не будут поставлять Россию военные материалы и оружие для нужд войны. И тем не менее, все, что с санкциями не запрещено, китайцы делают и тем самым оказывают поддержку Кремлю. Экспертная дискуссия, с которой я знаком, потому что многие коллеги, которые не могут обсуждать что-то публично, делятся этим в личных разговорах. Китайцы считают, что Путин сильно просчитался, что стратегически война абсолютно не отвечает российским национальным интересам, как они бы их понимали, загоняет ее в тупик. Но это линия, которая идет еще гораздо раньше. Они также считали операцию по присоединению Крыма абсолютно нелогичной, если Россия хотела сохранить влияние в Украине и сохранить пространство для геополитического маневра между Западом и Китаем. Поэтому здесь, мне кажется, что оценки, в общем, довольно трезвые и реалистичные. Что касается оценки военной ситуации, то китайцам, конечно же, бросилось в глаза, насколько их представления об эффективности российской армии разошлись с реальностью. Но это та ошибка, которую сделали очень многие аналитики, включая лучших западных аналитиков. И тем не менее, они считают, что долгосрочные адаптированные цели России могут быть достигнуты. То есть Украина дисфункциональная, с гораздо меньшим населением и нестабильная. И сейчас это выглядит как некая стратегическая цель, которую Путин с точки зрения китайца вполне может добиться. Китай, то, что он не одобряет, официально не признана аннексия России и Крыма, оккупация Донбасса, война, которая ведется в Украине. Китай это не признает именно с точки зрения долгосрочной стратегической игры или с юридической точки зрения? То, что это нарушение международного права, и это недопустимо. Или Китай в своей аналитике полностью допускает, скажем, право России распоряжаться в рамках бывшей Советской империи? Китаю, в общем, все равно, что касается Кавказа и западной периферии, по факту, они, поскольку на это никак не могут повлиять. Для них важен принцип суверенитета, потому что он распространяется на Тайвань, на Синьцзиан, на Тибет, то есть те части КНР, которые контролируются Пекином, ту часть КНР, которая Пекином не контролируется. И здесь вот есть некое противоречие между тем, что Китай делает, допустим, в Южно-Китайском море и буквой международного права, например, Международной Московской конвенции. Но для Китая этого противоречия нет, потому что, слушайте, у нас есть суверенитет над этими территориями. Мы его просто восстанавливаем. А нарушение чужого суверенитета – это плохо, потому что мы в целом выступаем за закрепленные в уставе ООН принципы территориальной целостности и суверенитета. Вот в этой дискуссии между правом народов на самоопределение и суверенитетом Китай, конечно же, на стороне суверенитета. И с этой точки зрения он тоже, так сказать, не должен поддерживать ни вторжение России в Украину, ни события 2014 года? Абсолютно. Точно так же, как он не поддерживал признание независимости Абхазии и Южной Осетии и убедил партнеров Пашос не поддаваться влиянию России и не признавать эти территории независимыми государствами. Но, опять-таки, это абсолютно не значит, что он не поддерживает Россию, де-факто продолжая закупать у нее нефть или пользуясь этой ситуацией для своих корыстных интересов. Но здесь у России с Китаем интересы совпадающие. России важно получать экспортную выручку, Китаю важно покупать где-то нефть с таким дисконтом. Пока баланс интересов совпадает, то страны вполне могут работать. И здесь, мне кажется, у России нет вот такого черно-белого видения, что Китай должен определиться уже с нами полностью или он с нами не полностью. Россияне прекрасно понимают, почему Китай не признает Крым российским. Да и, в общем, не так важно, кто его признает российским. Важно, что там развивается российский флаг, стоят российские войска, и территория находятся под плотным контролем Москвы. Программа «Археология» Говорим сегодня о восточном повороте России, об отношениях России с Китаем и в том числе и с Ираном из Турции. Последний визит Владимира Путина в Тагеран, трехсторонний саммит с Ираном из Турции. В какой степени это может обеспечить, заякорить, так сказать, восточный поворот России? И может ли Россия сама по себе превратиться в новый и большой Иран? Рассуждает украинский эксперт, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Не надо недооценивать российских экспертов, которые ищут, смотрят варианты и хотят использовать иранский опыт. В этом смысле, безусловно, что-то будет повторено в России. А что-то наоборот, Россия даже экспортирует какие-то практики в Иран. В России достаточно много активных, довольно грамотных, юных людей, которые будут искать лазейки, будут делиться с иранцами, либо использовать иранские. То есть это все будет в какой-то мере. Но, конечно, так, как и в Иране, не будет. Потому что общество разное, разный характер режимов, разная институциональность и разное время. Иран все-таки получил легитимность во время революции, режим во время революции, потом десятилетней войны с Ираком и очень кровопролитной, миллион убитых, это травмы постоянные, травматизированное общество, сельское, быстрорастущее население, много молодежи. Россия – стареющая страна с очень низкой плотностью населения, с очень большим выездом, с совершенно другой демографией, социальным устройством, другим уровнем образования. Да, мы все видели это замечательное видео про народ, как он там сказал, бурундук. Но я очень сомневаюсь, что экзаменация двум столицам, там, Екатеринбургу, Ростову, в придачу, ну, крупным промышленным, сервисным и банковским центром можно будет продать так, как иранцы. Без очень большого аппарата насилия. В Иране все держится не только на легитимности власти, она там давно ставится под сомнение. В Иране сейчас какой-то то ли хрущевский, то ли брежневский период, когда народ живет параллельной жизнью, ненавидит власть, устраивает в Тегеране вечеринки в купальниках молодежь, пьет алкоголь, ведет абсолютно, мечтает уехать на Запад и абсолютно не верит пропаганде. Но режим держится на нескольких миллионах басы, к которым примыкают второй круг людей, типа дружинников, можно сказать, около 20 миллионов человек или 15 миллионов, довольно много, которые есть клиентами режима, которые выполняют функции таких опричников, как при Иване Грозном. В России этого нет. Во-первых, нет двоемыслия такого, нет такой низкой легитимности режима. Все-таки большинство россиян на самом деле поддерживает Путина и на самом деле поддерживает войну и вторжение в Украину. А с другой стороны, у Путина нет такого изощренного низового аппарата насилия, который есть у иранского эталла. Поэтому треки будут разные, а заимствования безусловно будут. Украинский эксперт Сергей Данилов. А к нам присоединяется по Зуму еще один гость Леонид Исаев, политолог-востоковед. Леонид, Добрый день, приветствую. Добрый день. Ну вот говоря о последнем визите Путина в Иран на трехстороннем саммите там, насколько это жест отчаяния в очень тяжелой геополитической ситуации, в которой оказался российский президент, или это действительно зачатки некого нового альянса? Вряд ли это можно назвать жестом отчаяния. Все-таки Россия достаточно давно взаимодействует и с Турцией, и с Ираном, и в последние годы, особенно с середины десятых годов, взаимодействие трех стран по региональной проблематике преимущественно усиливалось. Я думаю, что здесь речь идет о том, что чем, ну скажем так, чем хуже обстоят у России отношения с Западом, тем больше Россия вынуждена ну скажем так, возвращаться на Ближний Восток, возвращаться в Африку и соответственно вот развивать и углублять свои отношения ну в том числе и с такими странами, как Иран. Но стратегически есть какие-то общие интересы, кроме противостояния с Западом? Или даже если шире смотреть вот это вот тройка Путин, Эрдоган, Иран. А насколько возможна здесь какая-то общность интересов? Я думаю, что в краткосрочной перспективе вряд ли можно говорить о каком-то альянсе и уж тем более как, наверное, это хотелось бы Москве, о каком-то альянсе, который бы мог противостоять Западу. Да, ведь здесь речь прежде всего стоит и на это в общем-то напирает постоянно российский МИД, речь идет о следовании своим национальным интересам. И я бы не сказал, что, скажем, национальные интересы Турции заключаются в том, чтобы противопоставить себя Западу, так как это хотелось бы, например, Москве. И я бы не сказал бы, что, скажем, иранцы точно так же готовы противопоставлять себя в Западу в долгосрочной перспективе. У иранцев идут переговоры по СВПД, по иранской ядерной программе. Конечно, вероятность того, что они в ближайшее время завершатся благополучно, не очень высока. Но при всем при этом нужно понимать, что и, кстати, сказать, опыт 2015 года, когда изначально эта сделка была подписана, показывает, что если вдруг договоренности по СВПД будут возобновлены, то я сомневаюсь, что диалог между Россией и Ираном так же гладко будет идти. Иран будет стараться максимально выходить из изоляции и будет стараться пользоваться теми возможностями, которые ему будут представлены в плане отмены санкций. Здесь надо понимать одну вещь. Взаимодействие России со странами Ближнего Востока и, кстати, сказать сейчас со странами Африки, оно во многом основано не столько на том, что страны региона хотят вместе с Россией противопоставить противостоять Западу. Оно основано на том, что региональные страны, в том числе Иран, в том числе Турция и многие другие страны региона, они видят для себя наиболее приемлемую стратегию диверсификации своих внешнеполитических связей. И с этой точки зрения, ну, конечно, для них выгоднее, чтобы мир становился наиболее многополярным, чтобы было максимальное количество игроков, между которыми можно было балансировать. Политика балансирования это то, что для них сейчас предпочтительно. Поэтому на этой основе я не вижу какого-то серьезного формирования, серьезного блока, что ли, в главе с Россией, которая могла бы противопостоять Западу. С Западом никто не хочет там куртить отношения. Саша, вот вы недавно интервью, у вас было Financial Times под названием Россия как новый гигантский Иран Евразии. Вы действительно считаете, что страна... Что вы здесь имели в виду? Что Россия займет примерно такое же место изолированной страны, которая, так сказать, торгует угрозами и пытается диверсифицировать свою внешнюю политику? Или что внутриполитически Россия тоже может быть похожа на Иран? Ну, Иран это метафора. Мне кажется, что много сценариев похожих и непохожих. Мы жили в закрытой стране под названием Советский Союз. Она, конечно, занимала абсолютно другую роль в международной системе, гораздо более значимую, чем будет занимать Россия. Тем не менее, страна была внутренне сравнительно устойчивая и за железным занавесом с сателлитами, жившая в целом довольно долго, продолжительное время. Мне кажется, я не очень вижу каких-то предпосылок к тому, что режим дестабилизируется, поэтому здесь, мне кажется, он и похож, и не похож на иранский. Люди вполне нормально будут жить во внутренней миграции, посвободнее, чем в Иране. Все-таки у нас режим не идеологический. И с другой стороны, да, он будет более изолированный, у него будет гораздо меньше внешних партнеров, и тем не менее, это режим, который может создать огромные проблемы для своих оппонентов, гораздо больше, чем может создать Иран, потому что Иран только работает над созданием ядерной бомбы, а у россияна есть в таком же количестве, как у американцев, есть много чего еще. Поэтому сдерживание России для западного мира превратится в основу безопасности, и мы вернемся к отчасти знакомому ему сценарию, но с некоторыми новациями 21 века. Ну, то есть в данном смысле можно сказать, что у России, Ирана, Северной Кореи похожая стратегия, я бы назвал торговля страхом, создание, да, капитализация рисков, которые страна может создать. Мне кажется, что у России гораздо большая самодостаточность, в отличие от Ирана и от Северной Кореи. Да, у нас будет гораздо более примитивная экономика, чем могла бы быть, если бы не случилось 24 февраля, если бы не случился 2014 год, то есть это мировой технологический уровень, минус два поколения где-то, но тоже в зависимости от сектора. Что-то где-то будет добираться за счет импортозамещения, что-то где-то будет добираться за счет партнерства с Китаем, за счет контрабандно-западных технологических решений, но тем не менее это будет экономика более просто устроенная, страна больше основывающаяся на режиме подавления и насилия, чем на экономическом процветании, и тем не менее достаточно устойчивая и самодостаточная. Страх будет возникать просто потому, что Россия считает себя противником Запада и представляет действительно угрозу и будет поэтому объектом сдерживания. К Леониду снова хочу обратиться. Леонид, а вот для вас есть здесь параллели, вот то, что говорил наш эксперт в сюжете Сергей Данилов, то есть Иран-Иракская война, там продолжается, здесь российско-украинская война, видимо, она затягивается тоже. Ну и в принципе по мере ужесточения режима, пока что тренд у нас однонаправленный в этом отношении, по мере появления может быть своего рода такого идеологического и идеократического режима. Вы видите Россию как своего рода то, что много лет бытует метафора православный Иран. Иран в том плане, что страна может быть, может находиться там на протяжении долгого времени под санкциями, да, в этом отношении в этом отношении вижу. Я, правда, думаю, что здесь есть два момента. Первое, России априори будет уделяться гораздо больше внимания, чем Ирану, потому что на многие вещи, которые, даже находясь под санкциями, позволял себе делать Иран, Россию уже позволять не будут, ну или, по крайней мере, это будет предметом для обсуждения, постоянного обсуждения. С другой стороны, понимаете, все-таки Иран-то можно изолировать, Россию изолировать так, как Иран, достаточно сложно. Во-первых, Россия есть место в союзе безопасности ООН, чего нет у Ирана. Во-вторых, ну все-таки нужно понимать, что Россия гораздо более самодостаточная, чем Иран. Ну и в-третьих, я бы сказал так, что Россия все-таки в отличие от Ирана, она достаточно привлекательная на сегодняшний день для многих государств, особенно в странах Азии, Африки, особенно вот этот вот нарратив стабильности, который Россия сейчас несет к радовую миру. Да, нарратив револирования безопасности над реформами, над демократизацией. Это все то, что крайне востребовано. Это все то, что пользуется спросом на сегодняшний день среди многих авторитарных режимов. И с этой точки зрения Россия действительно крайне привлекательна. И поэтому я не вижу Россию по крайней мере сейчас настолько нерукопожатной, скажем так, в странах Азии, в странах Африки, как, например, мог быть Иран. Поэтому у России здесь, конечно, гораздо больше возможностей для маневра и противостояния вот этому международному давлению, санкционному давлению. И вопрос Александру. Александр, вот учитывая то, что сейчас Леонид сказал, вообще, вы видите возможным, если уже говорить в такой более долгосрочной перспективе, появление, возникновение такого азиатского альянса авторитарных правителей. Да, вот мы сейчас смотрим, то же самое вот этот саммит в Тагеране, МОДИ сюда можно добавить, так сказать, СИ, естественно. То есть, это некий новый такой авторитарный конклав, азиатский который, пускай не в качестве союза, но видит себя неким, не знаю, бастионом либеральному миру, американскому либеральному миру, миру демократизации. Я думаю, что нет, потому что это совпадение тактических интересов и региональных, отчасти глобальных, но у этих стран гораздо меньше общего, чем у США с его союзниками в Азии и в Европе. Все-таки там есть и общая ценностная основа, и очень сильное взаимопереплетение экономик, цепочек добавленной стоимости. То, что объединяет Америку, Германию и Японию, гораздо сильнее, чем то, что объединяет Китай, Россию и Индию. очень сложно построить союз, во-первых, с таким диспаритетом комплекса национальной мощи, потому что все-таки все три страны играют в трех абсолютно разных лигах. Во-вторых, с настолько разными интересами, и в-третьих, если ваша религия это суверенитет, стратегическая автономия и максимальная опора на собственные силы, как вы станете сильнее за счет более глубокой взаимной интеграции. Поэтому я в союз какой-то авторитарный настоящий не верю. Проблема в том, что просто на самом Западе очень много внутренних противоречий, которые решаются с трудом, и скорее коллективный Запад ослабевает, не потому, что авторитаристы объединяются и делают некий альтернативный союз, а потому что на Западе действительно проблем очень-очень немало. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о восточном повороте России. Что это значит для отношений России и Китая, России и Индии, России и Ирана? Как война в Украине меняет вообще позицию России в мире? Рассуждает об этом китаист Тимур Умаров в разговоре с Антоном Сергеенко. На самом деле я бы не стал связывать здесь конфликт, который существует между Китаем и США и тот, который существует у России с Западом в целом. Потому что это действительно два разных уровня конфликта. То, что сейчас происходит в Европе, то, что Россия ведет войну в Украине, это не воспринимается как потенциальные события, способные расшатать миропорядок существующий. Это воспринимается как попытка России добиться каких-нибудь переговоров, добиться уважения со стороны США, но никак не что-то такое экзистенциальное, что может повлиять на местоположение США условно на мировой геополитической карте. А то, что происходит с Китаем, то, что происходит с Тайванем и в целом в китайско-американских отношениях, это как раз воспринимается как такая угроза положению США в мире. Именно поэтому весь фокус Америки сосредоточен на Китае, несмотря даже на происходящую войну и длящущую уже почти полгода войну России против Украины. Поэтому для США не будет страшно, если Китай в ответ на какие-то изменения политики США по отношению к Тайваню пойдет на отношение с Россией, или экономически будет каким-то способствовать выходу России из изоляции. Нет, для США это не будет совершенно никаким ударом. Более того, это будет большим ударом для китайской экономики, для китайских компаний, которые на самом деле с начала войны и начала новой волны антироссийских санкций следуют этим санкциям и не сотрудничают с российскими организациями и компаниями, стараются минимизировать какие-то контакты, которые уже были. Таких примеров в новостях можно прочитать довольно много, и это как раз показывает, что Китай на самом деле ведет очень прагматичную политику, несмотря на всю риторику, которую мы видим в политической сфере, о том, что мы чуть ли не союзники, что у нас очень много совместных интересов и так далее, но когда дело доходит до собственных личных интересов и каких-нибудь прагматичных интересов, то здесь Китай совершенно не задумываясь поступает совершенно не как союзник. А мы возвращаемся к нашему разговору с Александром Габуевым, старшим исследователем фонда Карнеги за международный мир. Александр, вернемся к Китаю, к событиям последних дней, последней недели, которые будоражили мир, визит на НСП Лоси, на Тайвань. Ведь я думаю о влиянии войне в Украине, она как бы немножко сдвинула фокус Китая, она снова сейчас архиврагом для Соединенных Штатов становится Россия, и Китай, пользуясь этим окном возможностей, может активизировать свою деятельность, скажем, свои военные приготовления по отношению к Тайваню. Вот как вы считаете, Китай воспользуется этой ситуацией, то, что Россия ведет вот эту прокси-войну с Западом, а Китай в это время, так сказать, активизируется в отношении Тайваня, уйгуров? Во-первых, ситуации очень разные, да, уйгуры уже составили КНР. Вот. Значит, с Тайванем, я думаю, что базовое предпочтение режима в Пекине, это все-таки мирная интеграция. Надо положить пистолет на стол, пистолет должен быть действительно угрожающим, но разносить остров и получать ответку, потому что, конечно же, захват Тайваня будет абсолютно нелегкой прогулкой, погибнут тысячи, если не десятки тысяч человек, и это подтолкнет мир к очень серьезным экономическим последствиям. Китай, конечно же, этого не хочет. Вопрос в том, насколько лидеры в Пекине видят, что у них есть по-прежнему окно возможностей решить проблему миром на приемных для себя условиях. И здесь все то, что происходило последние пять лет и то, что делали США, ими воспринимается как попытка изменить статус-кво. То есть, на словах американцы говорят, что они по-прежнему привержены политике одного Китая, а в реальности они укрепляют тайваньский суверенитет и нормализуют идею того, что Тайвань это отдельное государство. Все шаги администрации Трампа на тайваньском направлении, все то, что продолжает делать Байден, им кажется как нарушение политики одного Китая. Они об этом американцам говорят и публично в последнее время, и, насколько я знаю, много очень говорили по закрытым каналам, и, тем не менее, Америка продолжает делать то, что она делает. Это все вызывает очень серьезную реакцию, и визит на НСП Лоси воспринимается как публичное унижение, некая брошенная перчатка, на которую надо ответить очень жестко, прочертить красные линии так, чтобы в Вашингтоне наконец поняли, что Китай нельзя дразнить. И самое плохое, что может случиться, это если в течение нескольких недель и месяцев Цзиньпин придет к мысли, что, слушайте, так или иначе, тихой сапой американцы будут продолжать делать то, что они делают, поэтому нам нужно готовиться решать тайваньскую проблему в обозримом будущем, то есть, там, те 10 лет ближайшие, что я буду у руля, и если это придется решать с помощью военной операции, ну, что ж, так тому и быть, другого выбора у нас нет. Александр, вот я вас, да, я вас слушаю, вот я просто, у меня в голове прокручивается система аргументации Путина в отношении Украины, ну, не вот этого года, а последних лет, вот здесь есть вот этот параллелизм Россия-Украина, Китай-Тайвань? Да, в этом плане похоже, действительно, очень многие войны начинаются из-за того, что лидеры, живущие в своей системе координат, считают, что время работает против них, у них сейчас есть некое окно возможностей, и цена, которую придется заплатить, откладывая решение, в том числе военное, будет гораздо больше, поэтому нужно нанести превентивный удар. Здесь, как бы, если вот выйти из этой парадигмы и сказать, а зачем Китаю вообще возвращать Тайвань де-факто? Ну, вот есть статус-кво, Тайвань не объявляет формальной независимости, никогда ее не объявят, и этого тоже не допустят США, потому что это приведет к войне. Китайцы могли бы сказать, вы знаете, что вот величие китайской нации определяется не тем, развивается ли красный флаг над Тайванем к 49-му году, а к тому, что китайская миссия будет первой на Альфа-Центавре, топ-10 университетов будут начинаться с пекинского, Цинхуа, Фудания, Джиндзянского, и где-то там в конце будут болтаться Гарвард и Йель, у нас будет подушевой ВВП Канады, у нас будет самая эффективная система здравоохранения, и мы внесем решительный вклад в борьбе с климатом. Тайвань и так неотъемлемая часть Китая, у нас безвиз, у нас зона свободной торговли, тайваньцы внесли огромный вклад в дело возрождения нации, и пусть живут как хотят, пока они не пересекают красную линию. Можно было бы так сказать? Можно. Это сразу бы сильно разминировало ситуацию и направило творческую энергию китайского руководства в другое русло. Но поскольку последние десятилетия китайцы сами себя убеждали через школьную систему и так далее, что столетия унижений не закончатся, пока Тайвань полностью не вернется в лоно страны, то есть не станет частью КНР, они себя сами загоняют в стратегическую ловушку. Ну, с Россией параллели тоже есть. Если вы считаете, что Россия не может быть великой державой без контроля Украины, то вы так или иначе вынуждены за это бороться. Задать вопрос, а почему, зачем нам нужен контроль над Украиной, как это должно выглядеть, как это реально в стране, которая уже 30 лет суверенна, где выросло поколение, которое осознает себя украинцами, и главное, что где элита всегда хочет иметь свою страну, а не быть фасалом Кремля, потому что есть богатые люди в России, типа Алишера Усманова, которых можно уничтожить двумя звонками из Кремля, конечно же, ни Янукович, ни Порошенко, ни Ренат Ахметов никогда туда не хотели. Вот все эти вопросы, поскольку не были заданы и в России не было публичной дискуссии, которая бы влияла на внешнюю политику, мы очутились той ситуацией, в которой мы очутились. Слушайте, а вот вы сейчас рассказываете, я думаю, а что у китайцев по-прежнему есть вот этот рессентимент, как у России, что вот это столетие позора, да, от опиумных войн до там, до Дэна Сяупен, до начала роста Китая, оно по-прежнему не искуплено. Китаю не хватило вот этих 40 лет беспрецедентного роста и то, что они вот скоро будут там первой экономикой мира и все равно им нужно для полноты самоощущения, так сказать, еще и империю восстановить. К сожалению, рессентимент есть. Легитимность партии во многом базировалась на том, что вот столение унижений закончилось, когда к власти пришли коммунисты и вот полностью все будет искуплено, когда будет окончательно возвращен статус-кво до опиумных войн. Как это понимать? Да, можно спорить, да, Китай 20% мирового ВВП и региональная сверхдержава или это глобальная сверхдержава. Мне кажется, что нету четкой матрицы внутри самого Китая и тем не менее вот этот рессентимент он есть и опять-таки руководители нынешние они продукты своей же системы образования и системы воспитания. Нету таинственного даосского мудреца, который, когда вы попадаете в Джунь Лайнхай, выходит из стены и говорит сейчас, дорогой товарищ, я вам объясню, как на самом деле мир работает, то, что вы там учили в школе или читали у себя в деревне, когда вас сослали во время культурной революции, это все ерунда, это все для простолюдинов, а вот сейчас я вам преподам мудрость. Нет, это человек, который, как Владимир Путин, абсолютно продукт своей системы. И все люди, которые будут в комнате, где принимаются решения, абсолютно продукт своего времени. Поэтому да, возврат Тайваня и рессентимент это огромные драйверы китайской внешней политики. И когда у вас появляются ресурсы, я помню, я несколько лет назад беседовал в Пекине с одним очень высокопоставленным аналитиком, работающим в структуре Министерства госбезопасности, и у меня был вопрос, а вот зачем вы так настойчиво насыпаете острова и меняете статус-кво в Южно-Китайском море? Ведь было же все нормально. Вы могли бы прекрасно договориться с соседями об эксплуатации ресурсов. И зачем вам это создавать? Он говорит, ну вот раньше у нас не было технических возможностей насыпать эти острова и их милитаризовать. А теперь есть. А раз есть такие инструменты, значит, мы их будем использовать. И это, к сожалению... Да, любимый российский аргумент «потому что можем», «потому что могу». Да, и это то, что, к сожалению, подталкивает американо-китайское противоречие, потому что американцы считают, что раз китайцы вот так вот думают, им надо сейчас дать по рукам как можно больнее, потому что они чувствуют, что Китай находится на подъеме, США находятся в состоянии относительного упадка, если пользоваться терминологией Обама, то есть они по-прежнему самые сильные, но другие растут и становятся сильнее, гораздо быстрее, чем эволюционирует США. Соответственно, надо бить на взлете. И это толкает две стороны в тот клинч, в который они, к сожалению, входят. И вот мудрые голоса того, что главной целью американской политики на китайском направлении должно быть избежание конфликтов, они тонут в хоре голосов, которые предлагают несколько другие цели, то есть сохранение американо-центричной системы и в мире, и в Азии. То, что вы описали сейчас, это не только настроение элиты, это и широкие массы населения. Если, условно, Китай сейчас каким-то образом присоединит Тайвань, то вот будет типа такого крымского синдрома. Массы сольются, миллиарды, полтора миллиарда людей сольются в единении вокруг партии товарища Си, вернувшего на Тайвань. Сложно предсказать, потому что российское общество гораздо легче относится к затягиванию поясов и никогда хорошо не жили, нечего и начинать. Это то общественное настроение, которым Кремль прекрасно пользуется. Если помните, в кризис России ВВП, в кризис 2008-2009 года сократился почти на 10%, или даже 10,5%, и это не привело к большой дестабилизации. В Китае последние 40 лет темпы роста были все время положительными, а еще недавно были двузначными. То есть выросло почти два поколения, при жизни которых их благосостояние непрерывно улучшалось. Сейчас это становится все сложнее, потому что темпы роста падают, общество начинает стареть, вылезают многочисленные проблемы, и та цена, которую пришлось заплатить за тот феноменальный рост. И тем не менее, вот будет ли общество готово к падению ВВП, к тому, что будут масштабные санкции, к тому, что им придется жертвовать своим благополучием ради возвращения Тайваня, мы не знаем, поскольку социологии доступной в Китае нет, провести глубинное исследование, фокус-группы и так далее, мы не можем. Так это или нет, непонятно, но если общаться с простыми китайцами, то да, конечно, население находится в патриотическом угаре и считает, что Тайвань можно вернуть, можно вернуть силой оружия, если они не захотят по добру, по здорову, и в целом они этот курс поддерживают. Если война случится, если за это придется платить экономическую цену, мы не знаем, какая будет на самом деле реакция китайского общества. Последний короткий вопрос. Вот к войну в Украине, она подпитывает эти настроения? Если Россия это делает, то почему бы это не сделать и Китаю? Я не думаю, что Китай так смотрит на свою внешнюю политику, что если кто-то берет и что-то такое ужасное делает, нарушая все нормы, то и нам можно, потому что раз другим можно нарушать нормы, то и нам можно. Китай смотрит на это гораздо более прагматично и смотрит на то, что окей, а что России за это будет? Выиграет она эту войну или нет? И давайте договоримся, что мы будем понимать под выигрышем и какую цену Запад может заставить ее заплатить? Вот здесь все эти вопросы открыты, война по-прежнему идет, и, к сожалению, я думаю, что будут идти еще долгие месяцы. И здесь Китай, как система, которая очень любит изучать чужой опыт, они до сих пор изучают уроки распада СССР, будут продолжать это изучение и что-то из этого имплементировать в свою политику, в том числе и на тайваньском направлении. Спасибо, Александр. Александр Габуев был с нами на связи по Зуму. Ну что ж, как всегда, Китай с юга наблюдает, как северные варвары ведут свою войну, принимают свои долгосрочные стратегические решения. И я думаю, что Россия, которая мечтает о повороте на восток и думает, потеряв союзников на западе, она обретет их на востоке, она очень глубоко заблуждается, потому что там у нее ждут новые сильные конкуренты. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова